Вас приветствовать в нашей школе Человек Будущего, Homo Futurus, иначе говоря, Школа Человечность. Наши слушатели, участники, в прошлый раз, когда посмотрели, как вы поёте песню, и как говорить о поэзии, они были приятно потрясены. И много-много мне в личке писали, как они тронутые, и вообще, оказывается, мне один человек там написал, оказывается, наши генералы ещё и поют. Ну, он сказал в хорошем смысле, потому что это его немножко обескуражило, потому что нам же всё время внушают, внушают, что военный народ, он совершенно нечувствителен к сердцам людей. Я говорю, так нет, наоборот, он всю жизнь этим и занимается, творчеством, созидательностью и так далее. Поэтому я на всякий случай приготовил вам и одновременно картины показать, несколько картин, я не знаю, вечно там или нет. Это вот «Мать-берегиня», «Мать-берегиня». Да, 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 очень символичная, да. Но я подчеркну, «Мать-берегиня» – это о женщине. Ну, да, а вот ещё о музыке сейчас. Ну, здесь прямо звёзды, глаза как звёзды. Это любимый мой инструмент. Я никогда не играл на нём, но скрипку слушать. Скрипка и орган вот для меня – два музыкальных, таких мощных и нежных в то же время инструмента, да. Вы знаете, меня в детстве мама заставляла ходить на музыку, на скрипку. В конце концов, я шёл с этой матерчатой футбляром, я был, я так стеснялся, мне казалось, что все окна домов смотрят на меня. И в первую очередь, как только я приходил, видел, что учитель задерживается, я тут же бежал домой, маме сказать, учителя не было, учителя не было. Вы знаете, а на самом деле потом меня как бы выгнали оттуда, потому что у меня типа слуха не было, но потом через много лет я летел в самолёте, очень уставший, и вдруг моторы как-то переключились. И я услышал музыку. Я так думал, что это радио, смотрю, радио выключено в самолёте. Оказывается, музыка играла во мне. И соло вела скрипка. Это был такой божественный оркестр, и если бы я помнил тогда ноты, я бы прям записал божественную симфонию. Оказывается, гармония в каждом из нас. Да, и вот я вам хочу ещё одну показать картину, а потом хочу вас попросить, чтобы вы рассказали о том, как бы песни свои и стихи свои. Посмотрите, вот эта картина называется «И участник события, и его свидетель». Повторите, пожалуйста, Квасай Магмедович, название. И участник события, и его свидетель. Это вот она вот одновременно как бы находится в ситуации, и одновременно как бы сама в себе. Заглядывает в саму себя, да? Да, и одновременно наружу и внутрь. Это внутренняя экология и внешняя экология человека. Я знаю, что вы любите природу, природу и снаружи человека. А внутри человека я как раз психофизиолог. Я как раз могу об этом говорить, что у него внутри там на уровне нейрокибернетики, психокибернетики. Вот ещё одна картина. Я больше не буду вас картинами грузить, но думал, что вам интересно будет. Это точно называется медитация. Да, что-то вижу выразительное, но глаза смотрю и губы. Что-то неестественное, да. Что-то, наверное, божественное, да? Да, это медитация. Это вот она, она вот положение. Да, теперь я полностью... Теперь я полностью переключился к... А я предварю нашу беседу тем, что вот, говорит, вы сказали, что удивительно, что генерал, ну и, естественно, офицер, пишет стихи и в какой-то мере романтик. А вот давайте заглянем в нашу историю, кто создавал вот эту поэтическую и литературную стезю в нашем народе. И вот здесь, значит, ну, смотрите, первое, известное, значит, известные наши там былины. О чём они были? О витязях, да, о воинах, вот, о мыслителях там. Но, опять же, здесь военные. Мы знаем, что, ну, наш классик Александр Сергеевич Пушкин, это будет для многих неожиданно, да, что он не служил в армии, он не имеет воинского звания, он всего лишь был камер-юнкером при царском дворе. А я вам скажу, и когда-то это будет известно, что он служил в нашей военной разведке. Да что вы говорите? И не зря посмотрите его путешествия, а посмотрите, что он делал там, ну, в районе нынешней, там, Молдовы, вот сюда на юг приезжал, Кавказ и так далее. Да, и его стихи, его поэмы, они все даже, ну, 33 богатыря там и так далее, вот, связаны с этим, да, с воинством русским. Ну, а дальше идут поручик Лермонтов Михаил Юрьевич, поручик Лев Николаевич Толстой. И дальше вот эта вот прияда, она вот как раз как бы была стержнем, да, стержнем нашей литературы и нашей поэзии. Вот пусть заглянут наши зрители в Википедию-то, и поэты в офицерских погонах, например, наберут. И там масса. И для офицеров еще Российской империи характерно было, значит, ну, что они и поэзией занимаются, что они и литературные там пишут произведения. И обязательно на чем-то играют, как правило, там на пианино. И даже возьмем тех же декабристов, в основу которой составляли блестящие офицеры, победившие Наполеона. Ну, тот же Денис Давыдов, наверное, известный, но он не менее известен как и поэт, да. Ну, и лихачи вот эти все, они все были, ну, вот, додухотворены поэзией и музыкой. Ну, да, и все офицеры на балах танцевали с дамами. Да, 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 ну, вот, это вот нужно просто знать. И дальше посмотрите литературу, да, литературу нашу. Она в основном посвящалась батальным сценам. И на фоне баталий там, значит, и любовь, все-все присутствовало, но все равно в основе, вот, батальные вот эти сцены и, конечно, там все житейское, да. И верная там любовь и все-все прочее, да. Вот эта честь, достоинство, вот, почему на дуэли часто ходили? Вот эта честь, достоинство, она еще и с этой стороны проявлялась у офицеров, да? Вот, то есть, если ты сказал слово, держи слово. Да, 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 да. И я, поскольку из этого рода и генерал Ивашов, там, Петр Никифорович, и начальником штаба был у Суорова при взятии Измаила, и с Наполеоном, значит, он был инженером военным, вот эти дороги ракатные, а под Малой Ярославцем, когда там командир корпуса погиб, он возглавил, нанес поражение. То есть, вот она батальная, его сын Василий Петрович, он, значит, стал, ну, сидел, участие в декабрьском вооруженном восстании 1825 года, арестован, осужден, отправлен туда, в Сибирь, во глубину сибирских руд, и к нему дочь гувернантки Камилочка Ледончу приехала туда, добиралась, и самое главное, вот чего я не пойму, вот как она могла привезти туда пианино, ну, где-то упоминает даже рояль, да, потому что там первые жены, 11 жён там, ну, и две невестки поехали, вот она как невестка поехала туда, да, но оттуда уже, значит, писали, что, ну, ранее даже, которые приехали, известные там, да, и пишут сюда, в Петербург, что да, жить можно там, ну, есть в каких хибарках там жили они, мужей там, пускали к ним на свидание в кандалах, вот, но всё равно они жили, и вот она, ну, попросила Николая Первого, там обратилась, и будущий её свёкор, значит, даёт согласие, вот, генерал Ивашов, что да, она поедет, и когда она прочитала, что здесь не хватает только вот музыкальных инструментов, нет никаких, ну, естественно, генерал Ивашов там, значит, свёкор там помог, всё, значит, там, да, и она тащила туда вот этот то ли рояль, то ли вот разные, я точно не знаю, да, вот она тащила туда, вот она и романтика, и, значит, да, интересно, и всех трудностей и так далее. Так что музыка и поэзия всегда сопровождают военную службу. А посмотрите, какие марши, ну, начнём с того, что вот «Вставай, страна огромная», генерал-майор Александров написал вот эту, да, гимн, гимн, значит, то же самое, ну, писали разные там и композиторы, и поэты, и Эль-Регистан, и Михалков там, значит, но когда прослушивало всё руководство страны, разные оркестры, значит, аранжировку, вот, там шесть, по-моему, оркестров было различных, избрали ансамбль Александра, ансамбль песни и пляски, тогда Красная Армия ещё, да, вот, то же самое. Так что музыка всегда сидит, и я, честно говоря, вот нигде поэзии не обучался, это генетически, значит, передано мне, и я, начиная со школьной скамьи, писал просто, ну, такие дружеские шаржи своим там товарищам. Ну, и до сих пор вот у меня, ну, последним, вот я сейчас новый сборник готовлю, а здесь вот сборник «Как на кресте я времени враспят». Вот, я под стихотворение это написал, да. Вот, ну, а прочту мне, что вот поэты мои, на мой там юбилей 70-летний, значит, вот такие посвящения короткие сделали. Горчаковской, Горчаковской славой крещённой, грибоедовской мудростью слов есть поэт, дипломат и учёный, боевой генерал Ивашов. Это Владимир Степанов, да. Вот Нина Васильевна Карташова, это народная поэтесса. Она вот где-то послушала меня, когда я мало печатал стихи там, всё, но послушала, и особенно песни на моей стухе, она, мере, вот так взяла и в союз писателей первоначально по отделению поэзии. Это та женщина, которую я, когда её прочитал, она, значит, там пишет стихотворение, но заканчивает так. Но за уют я не пойду в полон, напрасно ворон надо мною рыщит, напрасно ворон надо мною кружит. Как испокон я стану у икон, сниму кольцо, чтоб ты купил оружие. Вот он, недавно мы с ней общались, она там поздравляла. Так вот, она тоже обо мне так написала и провозглашала на моём юбилее. «Россия ждёт поэта и героя, храни его Господь от чёрных сил. В наш пудлый век один на поле боя погоны и стихи не посрамил». Это вот такое посвящение она мне делает. Ну, а вот, значит, то, что почему я как на кресте, как на кресте я временем распят. Багровый – это вот про современность. Багровый опускается закат, земля теряет красоту и силу, как на кресте я временем распят. Между веками встёрнута Россия. Людской род вновь насилием покорён, безумие и нечисть торжествуют, из глубины планеты слышен стон. Земля на помощь кличет Русь святую. К Руси взывали в древние века, а в сорок первом, да и в сорок пятом молился мир на разных языках, на Сталина, на русского солдата. Но нынче для самой Руси набат звучит всё с нарастающей силой. Вот почему я временем распят, что сила обесточена в России. И вот на мои стихи стали, когда я стал публиковать, композиторы стали писать песни. И первой моей песней был лейтенантский вальс. Он каждый год звучит вот на Поклонной горе, куда приходят выпускники, и там он звучит. Это вот наше с Николаем Шершнем детище. И оно, ну, примерно я петь не буду, но бал выпускной. На плечах звёзд мерцания и погон золотых расплескалась волна, полный ранцы надежд, чести жезла и званий горделиво звенит, офицерской гитары струна. А потом лейтенанты, лейтенанты, вы стройные благородны, красивы, украшают мундир с золотых два крыла. Лейтенанты, лейтенанты, это слава великой России, это слава великой России вам на плечи легла. И вот два диска у меня есть, ну, вот, значит, песен. Здесь поют песни на моей стихи ансамбль Александрова. Вот четыре песни исполняли они. Ансамбль воздушно-десантных войск, вот с ним мы вместе как бы росли. Вот, и я понимаю, ну, и другие, вот, композиторы Саша Морозов там, другие вот писали на моей стихи песни. Вот. Так что это как бы совместная работа, но мой, как бы, подход, вот, в каждое стихотворение заложить нечто такое глубокое. Вот. Ну, можно один вопрос организовать? Да, да, да. Вы, имея такую родословную, конечно, вы имеете такую глубину интеллигентности, поэтичности и музыкальности. А вообще, в принципе, это характерно сегодняшней армии. Ну, например, много у нас сегодня больших командующих, которые такие же пишущие песни, или вы только одиночка такая? Нет. Нет. Пишут. Пишут. Но кто-то стесняется писать, кто-то, значит, как бы авторство свое меняется. Вот здесь и передо мной тоже вопрос этот стоял, когда, ну, чтобы поэтам, значит, можешь ты не бить, но офицерам быть обязан. Да, вот так звучало. Какой-то период вот этой стеснительности. А потом, когда вот уже стали на мои стихи, там, предлагать песни, я даже противился. Но я вам скажу, что я вот как-то вот уже писал не просто стихи, а закладывал музыку под этой. Это в Белом доме. Вот. 1993 год, вот, когда вот этот Ельцин совершил государственный переворот и расстреливал Верховный Совет, вот я оттуда, знаете, вот там рождались стихи как бы сами собой. Ну, вот я тоже напою, наверное, первое, значит, куда-то, ну, видишь эту дикость, жестокость, этот фашизм, против которого мы вели такую кровопролитную войну. И вдруг вот там чисто фашизм возникает. И вот я, значит, находясь там, помню, ночью, я ни слова не написал, я закладывал в память свою, и потом по выходу, вот я цикл из шести, одна баллада там, шесть стихотворений я заложил. Ну, например, вот это тревожное утро, под поручик Голицын, давайте вот сориентируемся, тревожное утро встает над столицей, из белого дома команды слышны, из прошлого встаньте, поручик Голицын, вы снова поручик России нужны-то, бледны дорогие знакомые лица, рассвет предвещает кровавый скот, вы будете с нами, поручик Голицын, здесь русские люди, здесь русский народ, потом по белому дому бьют мощные танки, расчет хладнокровен и точен прицел, а в танках сидят не французы, не янки, Россию предавшей сидит офицер, то есть довольно критично я отношусь, еще одной драмой закрыта страница, парламент России потоплен в крови, ах, как это подло, поручик Голицын, стреляя в народ, ему клясся в любви, ну и дальше, расстреляна честь и утрачена вера, в глазах молчаливый, суровый укор, вот видите, память под, в глазах молчаливый, суровый укор, да-да-да-да, ну в общем вот так, да, за память погибших поднимем бокалы и молча со скорбью осушим до дна, на этом заканчиваем, ну и дальше балладу, вот белый дом, белый дом, значит, тоже там вот такие закладывал, что закладывал, что в этом чёрном строю есть и ты, офицер, запятнавший святые погоны в дикой пряске смертей, значит, дикой пряске смертей позабывший, там, породнившийся с пьяным ОМОНом, вот там, долг, достоинство, совесть и честь, офицерское братство, долг, достоинство, совесть и честь, офицерское братство твои позывные, мы по ним измеряем, кто в строю нашим есть, не приемлем размытые мерки иные, ну там дальше, над страной трубят всех мастей трубачи, под усы повели вновь Россию, правят ею невежды, элистицы и рвачи хлещут в душу заморские ливни, косые, ну и так далее, даже в первой кровавой гражданской войне офицерам наград не давали, не считалось заслугой в полыхавшей стране, когда русские в русских стреляли, вот такие, на потомках лежать будет наша вина, им от наших грехов не отмыться, раскаленным свинцом будут шечь ордена и кровавые мальчики сниться. так что вот такие вот вещи. И поэтому был у меня потом подчиненным даже стал генерал Евнеевич, командир Таманской дивизии, но после этого получил Героя России и взлетел в доложище, командармом был. Понятно, понятно. Да, да, да. И он никогда, я один раз ему сделал замечание, кто он зашел, там тоже полковник, снимите звезду, герой. Да, я эту историю знаю, я слышал. так что Ерин тот же до сих пор стесняется, но иногда надевает никогда в России вот за подавление собственного народа, тем более за расстрел государственного органа. Нам так привито, что это было как бы и нормально, что это было как-то правильно, потому что столько говорили об Ельцине и потом хорошего, что он с Горбачевым никак не мог сойтись, и весь народ тогда думал, кто же из них будет все-таки руководить, потому что весь народ наблюдал вот эту постоянную конфликтность. И, наконец, Ельцин. Ну и все как-то вот это что значит пропаганда, как она умеет мозг человека вынуть и вложить туда совсем другие представления. Совсем другие представления. Я вот слушал вас на канале, который вы там бываете, как называется, перехват управления, да? Да, ваш рассказ слышал, и я поразился, насколько люди привыкли к тому, что был расстрел Белого дома, ну так назывался Белый дом, расстрел. На самом деле это же ужас какой, это ужас какой, но люди как-то приняли, потому что так привыкли уже, что люди так привыкают, потому как они слушают только одно телевидение, это одно только радио, и когда человек не сопоставляет и не видит других источников, когда ему нечего анализировать, если бы он мог анализировать из ста допустим различных источников, что происходило на самом деле, он бы понял, у человека же есть разум, он бы понял, что и как, а когда ему нечего анализировать, когда он как попугай, то, что ему говорят, он это слышит. Ельцин это изменник родины номер один, ведь он до этого там до расстрела до расстрела Верховного Совета, расстрела из танков, он же в июне 92-го года был с визитом в Америке, и там выступая, вот я сейчас даже там ищу, выступая в Конгрессе США, он кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, видный, о нем еще писали там в Википедии, видный деятель, значит, там государственный деятель коммунистического партии и мирового коммунистического движения, и вот он в июне, в июне 92-го года в Конгрессе заявляет, ну вот я, если сейчас получится, да, предательское выступление, вот, он заявляет, что жупел, примерно вот так, коммунизма, неши все беды человечества, рухнул, идол коммунизма, там, неши все беды человечества, там, все, рухнул и не возродится никогда, во-первых, какой он имел право вообще от всего там коммунистического движения говорить, вот, ну, а во-вторых, я-то рядовой был, большинство рядовых коммунистов, о чем, о чем, о чем, значит, можно их упрекать, это коммунисты были, это лучшие труженики, это маститы там и художники, и генералы, и офицеры, и солдаты, шахтеры, и так далее, лучшие были, и он вот таким образом, этот гад проклятый, вот, он не только там коммунизм предал, но и Россию, он этим своим выступлением подчеркнул, ну, подчиненность американцев, ведь он закончил, господи, благослови, Америка, и там настолько вот такая, знаете, поклонительская, предательская, что мы вот с вами будем строить там, значит, демократическое общество, мы видим, какая демократия, и при нем была, это чуть более, чем через год он, демократ, расстрелял избранные народом, Верховный Совет, не парламент, а Верховный Совет, вот, так что для него власть водка, вот, и бесконтрольный, чьей бы ни было стороны, со стороны, там, со стороны Порткова, Политбюро, потом уже вот парламент и свое Верховное Совет, он хотел вот творить, что он желает, да, что хочет, вот, проснется, и чтоб никто его не сдерживал, не контролировал, вот, ну, а дальше это беспробудное пьянство, я нагляделся, я вот, ролик третьего числа, день, 30-летие этой величайшей трагедии, вот. Говорят, он при этом со всеми на вы разговаривал по имени и отчеству и никогда никуда не опаздывал, то есть у него были и плюсы, и минусы какие-то, говорят. Ельцин, поверьте, я занимал высокие должности, я был начальник управления делами Министерства обороны СССР, да это руководителем аппарата министра обороны, там, помощником члена на политбюро, а затем вот секретарь совета министров обороны стран СНГ и потом начальник главного управления международного военно-сотрудничества. Вы знаете, со страхом ждали президенты, прежде всего Нурсултана Бешевича, Назарбаев, Исламов Дуганевич, Каримов, позже и Александр Григорьевич Лукашенко, все напрягались. Вот. В 16 часов, например, в Минске состоится заседание глав государств. И основном там вопросы военной. Вот. Потому что мы армию как бы вот по кускам схватили, каждый, что на территории осталось. Один Таджикистан не приватизировал там 201-ю дивизию и разведывательный центр там хороший стоять. А все остальные приватизировали. Но системы не было ни у кого. Ну, более-менее у России. Потому что здесь штаб стоит, там корпус АПВО, штаб стоит, а основные подразделения этого части, этого штаба, например, там в Туркмении, там где-то в Таджикистане и так далее. И вот как вот это все совмещать? И вот там решали этот вопрос. Вот. этот вопрос. И все, значит, у меня такие дружественные отношения были по должности, по характеру, что мы регулировали. Вот. И инициативу проявили вот договор о коллективной безопасности, подписали, чтобы мирно разделить армии и не допускать вооруженных конфликтов. И вот ждем, значит, в 16 часов должен Ельцин прибыть. Вот. И Назарбаев, и Каимов там. Вот. Подходит там, Леонид Григорьевич, ну как? Как? Нормально прилетит? Или опять срыв будет? Я говорю, ну, есть же чувство ответственности там. Я думаю, прилетит, значит, нормально. А я даже с Коржаковым звонил там накануне, там, Саша, говорю, ну, посмотрите, начальник охраны, там, чтобы все было, все, все, Олег Григорьевич, будем делать. Открывается самолет, Александр Григорьевич Лукашенко стоит, ну, министр обороны уже наш там, мы раньше туда прилетали, естественно. Вот. И я стою, ну, и вот видим. И вы знаете, вот струйки, струйки текут. Также и в Германии, когда стоишь в военной форме, в строю с немцами, и подъезжает это, и вы знаете, весь вот этот позор на нас, они так косятся, вот ваш верховный главнокомандующий, его там вытаскивают из машины, поправляют, покажут, куда идти к почетному караулу, и у него такие сумасшедшие глаза, он идет, ну, где-то там охрана его ведет до определенной черты, а перед военным караулом они с Колем должны вместе только, ну, переводчик там худенький был, вот. И вот это все ложилось на страну, и нас русских тогда стали ненавидеть, потому что на такие мероприятия важные, вот, ну, невменяемые, то проспал он, когда возвращался там с Америки, проспал там, премьер, это, британское вылетело у меня где-то в Шеноне, мы посадку делаем в этой, не Исландия, да, там правительство вышло встречать его, а он не проснулся, Коржаков, потом, говорят, будили его и голову там холодной водой напился до того, что не вышел, ну, показывали, старшее наше поколение помнит, как он вышел из самолета, его там встречают, ну, правда, еще президентом не был, а он идет и на крыло, на колесо самолета мочится прилюдно под телекамер, ну, это я помню, это я помню, это мой личный враг, и враг, предатель, гад, проклятый, вот, я не стесняюсь это, вот. Леонид Григорьевич, можно один вопрос, можно один вопрос я задам? и уходим от этой гадкой темы. Я хочу понять, вот у нас есть так называемые архивы, которые, сколько максимум лет нельзя открывать, вот, есть такие архивы, ну, я где-то слышал, 100 лет, которые нельзя открывать там, или там 50 лет нельзя открывать, вот, какие-то есть старые, которые еще при царе были, с тех пор там бы написано нельзя открывать, но сейчас же уже не царский строй тот, который был 200 лет назад, ну, почему сегодня нельзя открывать, вот это мне непонятно. ну, касаемо, Магомедович, здесь есть две проблемы, две проблемы. Первый, скажите, кто должен открывать? В советское время, вот, ну, работники архивов, они были, ну, немногочисленны, ну, они там по этим секторам, но их было достаточно, чтобы найти и так далее. На сегодняшний день численность работников архива сократилась в три раза, да, и зарплата, я боюсь вот, солгать, поэтому не буду говорить, что это самая низкая зарплата вот, среди интеллектуального труда, вот, это раз, поэтому они вот только хранители, ну, и в какой-то мере энциклопедисты, вот, по этой теме, вот там архив, вот там, вот там, а должны вот исследователи, там, диссертанты раньше, значит, там, допускались в архивах, потом уже там кандидатскую пишут, докторскую, потом какой-то научный труд, идешь, и, значит, вот там сидишь, да, ну, если у тебя положение, как у меня, например, было, я кандидатскую работал, над кандидатской, я всегда работаю под должность, я работал у Дмитрия Федоровича Усейнова, он промышленник, член Политбюро, там промышленник, министр обороны, вот, и мы многих конструкторов не знали, я уже говорил где-то в передаче, он вот так вызывает меня вечером где-то там часов в 21 примерно час, Леня, соедини меня с непобедимым, я стою, он мне говорит, Леня, соединись с Сергеем Павловичем непобедимым, я говорю, Дмитрий Федорович, у нас вся страна непобедимая, где хоть его искать, ну, действительно, вот так стоишь, и он расхохотался, а потом мне говорит, это вот конструктор, ну, вот эти Искандеры сегодня, до этого там точки были наши, и вот этот знаменитый комплекс АК, это выдающееся коломенское вот объединение, вот, да, так что, вот, многого, многого мы не знали, вот, и вот я говорю, что вот в архивах, значит, нужно, чтобы исследователи, да, там сложно, сложно, почему, вот я, когда работал на диссертации, Дмитрию Федоровичу, я говорю, вот там, он говорит, Людя, а есть архив, СГАНАТ, Центральный Государственный Архив Народного Хозяйства, где вот все вооружения, ну, это наркомат вооружения, как бы под него это было, ну, и все там по испытаниям оружия и так далее, вот, и он говорит, я позвоню там министру, чтобы тебя там допустили и прочее, прочее, и я приехал, и я удивился, там вот эти все испытания, а у меня по диссертации, достижение военно-технического превосходства над немецко-фашистским вермахтом, вот, тема была такая, и вот там и конструирование, и разработка, значит, конструирование организации опытного производства, серийное производство и применение на поле боя, и вот эта связка, если что-то на поле боя, там пушка покажет, или танк там не то, Сталин тут же узнавал, и конструкторов туда, или на поле боя, значит, или там где-то, тут же устранялось все это, и очень интересный архив, и я посмотрел, там тогда электронного не было еще, а картотека, берешь вот эти, отбираешь вот эти карточки на ту или иную тему, и они, никто их не смотрел, никто их не смотрел, вот, и архив, вот, работники от архива там достойные, все знают, и так далее, я говорю, а почему никто не смотрит, а к нам не обращаются, а мы же не будем раскрывать, но большинство, как было в годы войны, засекречено, но вот так осталось, и вот я работа отобрал, а мне диссертация открытая, закрытые делать не стоит, да, достижение превосходства, вот, я не имею права разместить секретного документа, значит, информацию в несекретной печати, вот, и когда я подобрал, Дмитрий Федорович вот это сказал, ну, он сразу зам по вооружению вот это вот сказал, что займитесь, а позвонил Павел Васильевич Феногенов, министр, вот к тебе там мой Леня подъедет, и там поручи кому-то, чтобы все это, значит, рассекретили, ну, я Дмитрий Федорович показываю, вот, смотрите, испытание, значит, там трех пушек противотанковых, вот, ну, здесь три приняли на вооружение, значит, да, 76-миллиметровый, я говорю, все секретное, Дмитрий Федорович, да ну, ну, дурь, ну, он-то там сам не будет заниматься, и вот эта вот проблема остается. А вот эти историки, которые пишут, вот эти романы пишут, они правду пишут, или тоже вымышляют, так сказать, потребования времени. художественный роман там можно допускать, вот, не искажая истины, вот, вот, например, ну, очень, да, я еще скажу, что первое, что нужно идти проблему, вот, кому-то, знать, в какой архиве идти, вот, где вот тема исследования, а второе, что ты придешь, нужно запустить процесс рассекречивания. Ну, а вот это кто, кто сделает-то? А здесь вот, опять же, специалисты, вот, мы с вами можем пойти туда, значит, и поставить, и многие, вот, рассекречиваются, вот, как я сказал, приношу там испытания этих, пушит там, потом, для танков и так далее, Дмитрий Федорович сказал, все там, Павел Васильевич, займись, вот, поручи, ну, зачем это, значит, рассекреть, то, что я подал, это список, там, 76, по-моему, было, документов, которые я отобрал под себя, они тут же были рассекречены, а если придет туда рядовой, и вот, смотрите, что получается, ведь надо согласовать с органами контрразведки, ну, сначала у специалистов, которые вот разрабатывали эти документы и присваивали гриф секретности, они должны дать, значит, заключение или их там преемники, это решается, вот, а дальше нужно идти уже через особое отдело, через органы контрразведки, а он вот смотрит, он первый раз слышит об этой тематике, первый раз там видит эти фамилии и ничего не знает, он не может дать заключение, и лучше он напишет отказ, а то не дай бог что-то случится и так далее, так что мы вот грешим, что кто-то, а кто должен, значит, архивы, вот Полторанин Михаил Никифорович был вице-премьером у Ельцина, вот, и, значит, там создали комиссию небольшую, прямо скажу, комиссию для рассекречивания архивов, вот, а теперь представить, что такое архивное хозяйство, ну, Российской Федерации, даже не Советского Союза, это примерно город, населением 500 тысяч человек, не меньше, это масса архивов, и я, опять же, вот, работая над опрокинутым миром, я хотел, тогда получил часть документа, там, да, и хотелось, значит, заглянуть в архивы ННРБ, да, 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 и, слава богу, ветеран там оказался еще фронтовик, участник, и он, значит, тоже у меня вопрос, он, только рассекретили, говорит, перевели вот то, что касалось ракет, там, вот, по Фау-2, а все остальное, говорит, лежит, я говорю, а что ж не рассекречивают, я говорю, а когда рассекречивают, верно, надо было после войны, вы знаете, привезли, вот, хранится их 30 вагонов, и специфическая терминология, значит, должны профессионалы-переводчики быть, их нет, ну, и не до того было после войны, а дальше подзабыли понемножку, ну, вот, что-то, если нужно, там, в ракетном деле, вот, еще где-то, там, в авиационные, пошлют туда, там, отберут, с переводчиками такими беглыми, а потом нужно сажать их, и чтобы работали, там, месяцами, переводя, вот, эти технологии, там, и так далее. Как же получается, что наша страна, наши люди, народ, живет без памяти прошлого, без памяти прошлого, и поэтому легко манипулируется, поэтому легко можно ему внедрять все, что угодно, силами пропаганды, ну, любой пропаганды, я сейчас не критикой занимаюсь, что сейчас происходит или нет, это не политический у нас разговор, а я просто думаю, что человек без памяти, но он же легкоуправляемый, это зомби, это манкурт, манкурт, его можно и так направить, и так направить, и он будет это все делать, как автомат. Ну, все правильно, все правильно, информация, это тоже оружие, а лживая информация, это оружие массового поражения, вот, вот, я работаю сейчас над геополитическим партнером Иосифа Виссарионовича Сталина, и вы знаете, вот, ищешь источники, да, вот, ну, архивные понятно-то, надо видеть самому, чтобы дать оценку, а другие источники, их нельзя ни в коей мере считать источниками, ну, например, там, вот этот, я разбирался, ленинский тезис, значит, о том, что всех там попов беспощадно расстреливать, и так далее, откуда это вышло, да, у него были жесткие... Это было так, на самом деле? Этого не было, там совершенно другой документ, но в 82-м, не-не-не, в 87-м году был такой журнал, он сейчас уже по-другому, там что-то такое вот удивительное, и так далее, и там фантастика, и так далее, и один из писателей вот приводит, ну, либеральных, это уже Горбачевские времена, Яковлевские времена, и он вот это вот приводит там, ну, какой-то журнал, но и совсем не научный, вот, и он приводит этот текст там, и, значит, потом подхватывает его, уже более покупаются даже и доктора наук, подхватывает этот, значит, и пошло гулять, ну, также вот пошло, например, гулять, вот это послание, якобы Сталина Гитлеру, накануне войны, там, май, июнь, 41-го, и ответ Гитлера, этого тоже, вот я докопался, его не было, ну, вот и Мартиросян, значит, там хорошо работает в этом плане, не было такого, вот, вот, 14 июня 41-го года, сообщение ТАСС, если бы его подать правильно, подать, люди бы совсем по-другому думали, ну, а, значит, никто не рассказывает, что это очень сильный ход Сталина был, чтобы остановить возможную войну, ведь до этого, трижды, например, ну, я думаю, интересно будет, Шленбург, посол германский, ну, как бы играл там нашего союзника, хотя это не так, да, он был потом в 44-м году расстрелян, но это уже, ну, в связи с покушением на Гитлера, его там причислили, а здесь он действительно, он встречается с нашим послом в Германии, вот, Деканозовым здесь, и как посол, послу доверительно, значит, говорит, что вот надо там предпринять какие-то там меры, чтобы, ну, не случилось там непоправимое, причем предупреждает, это я говорю вам доверительно, какие меры, а вот, чтобы Сталин обратился с письмом к Гитлеру, Муссолини, Гитлеру, Муссолини и к японскому премьеру, он как премьер-министр, это Сталин 6 мая 41-го, только стал уже административным, получил административную должность, вот, чтобы он обратился, вот, давайте вместе, значит, мы не допустим войны, и так далее, обсуждали на узком полетбюро этот вопрос, решили, что нет, вот, нельзя, потому что Сталин, во-первых, признает фашистский режим, признает, значит, в Германии, и в Италии, и милитаристский режим в Японии, то есть, вот эта ось, ось трех сил, да, это первое, второе, что, как оценят англичане и американцы, вот такой шаг, что Сталин вступил, да, это уж втягивали нас туда, в эту тройку вот этих агрессоров будущих, превратить в четверку, значит, вот, и три таких встречи было, Деканозова с Шуленбургом, вот, где он настаивал, что вот давайте, давайте, вот быстренько, чтобы Сталин там обратился с письмом, ну, сначала было отбито, что никакой там тройки не нужно, то есть, мы примыкаем к противникам, и Германии, и Японии, вот, то есть, нас поймут совершенно не так, вот, он тогда, значит, второй раз, я готов, там, значит, вот, если вы обратитесь с письмом, значит, Сталин, если обратиться непосредственно к Адольфу в закрытом варианте и прокалывается тут же, хоть он опытный разведчик, он говорит, Адольф там немедленно пришлет самолет, самолет за, чтобы сократить там время и так далее, откуда посол знает, пришлет Гитлер или не пришлет, то есть, это была провокация, и уже в последний момент, вот, мы от всего отказывались, и в последний момент, ну, до этого, там, 18 июня, ну, заявляют послу, что Молотов Вячеслав Михайлович готов, министр национальных дел, поехать, вылететь немедленно для встречи с фюрером, значит, они крутились, крутились, фюрер занят и так далее, а это была попытка остановить, и тогда, а, еще нет, нет, до 18, еще, да, вот, это уже последний был 18, до этого просились в начале июня, в первой половине где-то июня, там, чтобы посетил, откровенно поговорить с Гитлером, ему отказывают, вот, и потом, значит, вот, 14 появляется вот это сообщение, а дата уже была твердо установлена, 22 июня, уже приказ пошел войска, вот, и вот это вот сообщение ТАСС о том, что у нас дружественные там отношения и прочее, прочее, вот, это было последнее, что Гитлер должен каким-то образом, значит, про, отреагировать на это, не реагирует там, и даже Геббельс, сначала там было объявлено, что господин Геббельс, значит, выступит, и он, но в дневнике он в своем записал, что поставлено очень неудобное положение, то есть, вот эта попытка войну остановить, вот, и вот Сталин, значит, обезоружил там и армию дезориентировал, Ватутина надо почитать, ну, Василевского, что да, он пишет, да, пишет Василевский маршал, вот, тогда первый заместитель начальника генерального штаба, что да, сначала мы получили вот такое разочаровывающее, как бы, вот это сообщение ТАСС, вот, но, значит, потом Ватутин был приглашен там, и, значит, не к Сталину, кому-то там из его руководителей, там, да, и ему было сказано, что все, все планы там, никто не разоружаться, ничего, ничего, и так далее, вот, ну, успело дойти, не успело дойти, то есть, это сообщение ТАСС было направлено Англии, Германии, ну, Франции уже, Англии, Германии и Соединенным Штатам, было направлено, чтобы не обвинили Советский Союз в том, что он спровоцировал агрессию, а спровоцировал, это 17, слово это появилось в Конгрессе США 17 апреля еще 41 года, когда, значит, по, тогда еще сенатор Трумэн предложил, вот, как реагировать на то, что происходит в Европе, вот, ну, война, как Соединенным Штатам, и там была принята резолюция, если СССР спровоцирует войну против Германии, оказать помощь Германии, если же Гитлер нарушит и нанесет удар, рассмотреть вопрос об оказании помощи Советской России, вот такая формула, поэтому Сталин на всех вот этих там уровнях, с одной стороны, готовиться, готовиться, готовиться к войне, с другой стороны, значит, не поддаваться на провокации, чтобы нас не могли обвинить, ну, так что, вот здесь нужно принятое решение, я, вот, уже с позиции своих, там, должностей элит, однозначно, вот, пришел к выводу, что провоцировать насилие ни в коем случае нельзя, причем не против других народов, так, и применять это насилие, и против природы, это первое, включать интеллект, осмысленность, осмысливать все, что происходит, и я говорю, учиться у природы, сколько возможностей, сколько методик разрешения спорных вопросов, даже, посмотрите, среди там насекомых среди животного мира, вот, и обязательно идти по путем компромисса, нельзя, вот, это мне вы должны обеспечить, ну, то, что в 21 году происходило, вы мне должны обеспечить безопасность, там, отвезти и так далее, а почему тебе кто-то должен? А садись за переговоры, бери основополагающий акт Россия-НАТО, 98-го, 97-го года, вот, и давайте в рамках этих документов, то есть, вот такого не бывает в отношениях между различных цивилизаций, диаметрально противоположных по своим ценностям, что диктат одной стороны, всегда безопасность, это общее пространство человечества по отношению к природе, к космосу и к друг другу, общее пространство, и только регулировать отношения нужно сообщать, и давайте перейдем к чему-нибудь более лирическому, А можно я вам стихотворение прочитаю? Да, 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 пожалуйста, я думаю, ну, вы не на меня работаете, мы вместе работаем на наших зрителей, просвещаем их, по крайней мере. я был в гостях у Королева Станислава Ивановича, который был 20 лет разведчиком в Индии, он помыл ноги больному человеку, и тот всю жизнь на него работал потом, но дело не в этом, дело в том, что он был профессором в Истоке востоковедения, я был у него в гостях на 14 этаже, мы очень сильно выпили, и потом я несколько раз ездил в аэропорт, чтобы улететь в Махачкаву домой, но никак не получалось, самолет откладывали, я был такой уставший, я стоял на 14 этаже, смотрел вниз, а Станислав Иванович уже там сидел в коридоре с кем-то по телефону разговаривал в 30-й ночь, смотрю вниз, черная ночь, и внизу белый островок снега, и вдруг мне страшно показалось, что я могу туда потянуться, я себе сказал мысленно назад, и в этот момент разверзлась, и вот так меня прижало, я лежу на полу, там даже пальцем шевельнуть не моги, безусловная, неодолимая, бесконечная сила, пока я не перестал дергаться, и я перестал дергаться, и она вдруг исчезла, и в этот момент, я потом это долго, много лет писал это стихотворение, вот то ощущение, которое тогда возникло, меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, во всякой точке постоянная, невмешивающаяся, непроявляемая, и только здесь момент мой рваный, на самом пике напряжения, когда боясь скользнуть в окно сказал себе назад, мне распахнулся божий свет, меня сковало и держало, чтобы мог я уцелеть, и вмиг исчез со своим, со всем своим мироизданием, во мне оставив вечный след, мне вечно размышлять о том, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким, и вечно понимать, что тайну сколь я живу, мне не раскрыть, и в диалог не дотянуться, то есть вот это состояние, я потом вспоминал со страхом, это так явилось неожиданно, я потом вспоминал кусочками, я даже картину потом написал, поющие во вселенной, если вы позволите, в следующий раз я вам покажу ее, и там самое главное что было, что я вспомнил, что то, что открылось мне, как Эйнштейн говорил, я чувствую, что за вещами что-то стоит, у меня тоже всю жизнь было такое ощущение, что я не один, у меня тоже все время было такое ощущение, что я как на ладони, и я даже в школе, когда учился, чужую резинку без разрешения не мог взять, я обязательно должен был спросить у мальчика или у девочки можно взять твою резинку там стереть что-то, то есть я в этом смысле потому и честный наверное и всю жизнь был честным, ну кроме некоторых случаев, которые допустимы, вот, а так принципиально честный человек, и это вот это вот именно, тогда как вот этот свет, хорошо, что я в этот момент наибольшего такого максимального напряжения на точке напряжения я увидел там свет, а не чертей каких-то как в психиатрической больнице видят после белой горячки и так далее, то есть психа у меня была здоровая, просто у меня было несколько дней переутомления, сильного напряжения, вот этого вина, который мы со Стасиком выпили, причем я вышел из комнаты, смотрю, он сидит с девушкой с какой-то в 30 ночи разговаривает, я говорю, Станислав Иванович, оно есть, оно есть, и потом не помню, что было, потому что на следующий день я проснулся, у меня здесь рубец, рубец, я захожу к нему в комнату, он лежит на кровати, бородка клинышком, газету читает, я ему говорю, Станислав Иванович, а что это такое? Он говорит, это я тебя укусил, я говорю, как это вы меня укусили? А ты что, говорит, ничего не помнишь? Я говорю, нет, выйди, посмотри в коридор, я вышел в коридор, цветочки были в горшочках, там висели на стенке, пыль, телефона нету, один шнур, оказывается, оказывается, он говорит, ты, говорит, из своей комнаты вышел ночью, белый, и говоришь мне, оно есть, оно есть, а я говорю, да оставьте меня в покое, дай с девушкой поговорить, ты, говорит, меня поднял, заворотник, и стал мне вколачивать, что оно есть, я, говорит, был вынужден защищаться, я тебя укусил. у меня даже, у меня даже потом новелла была, зубы профессора Королева, то есть я столкнулся тогда с неким таким вот необычным явлением на пике напряжения, хорошо, что я был студентом мединститута, хорошо, что у меня был трезвый рассудок, иначе я бы взял знамя, ходил бы и всех агитировал, что оно есть, оно есть, вот давайте мы перейдем вообще-то вот именно к тому, а что есть человек, любой, каждый из нас, в чем его сущность, вы знаете, я более 19 лет, 19,5 лет, являлся профессором МГИМО, и 16 лет профессором Московского государственного лингвистического, когда меня вот отправили из армии за то, что я, ну так было в записке тогда министра обороны, ни дня не служившего в армии, Сергея Борисовича Иванова, что жесткая позиция генерала Ивашова в отношении США, вооруженных сил США и НАТО, да, мешает установлению дружественных отношений. Да, вот, и, значит, меня уволили, вот, и меня, я доктор наук был, доктор исторической наук, сразу пригласили МГИМО на профессорскую должность, и через три года в лингвистический университет, я читал геополитику, и вот, где-то лет, наверное, на семь, вот, я читал каждый раз, с каждой лекции совершенствуя, и эту геополитику там, ну, и на зуб пробовал, и на всё, на всё, да, выстроил и определенную теорию, логику, вот, и потом я пришёл к выводу, что первая будет установочная лекция, а вторая лекция у меня, значит, и которая привлекала большое внимание студентов, она называлась «Энергетическая сущность человека», где я показывал, что ни мяса, ни кости наши, даже ни череп там наш красивый, некрасивый, значит, это не главное в человеке, и даже не мозг, а вот его энергетика, его тело. Ну, вот, зададим вопрос нашим зрителям. Вы верите, что душа есть? Я думаю, подавляющее большинство, конечно, есть. А если я спрошу, а что такое душа? А как она, значит, с точки зрения физических законов? Вот. Как ее объяснить? Вот. И что такое, вот почему, ну, вот как вам к медику, почему вот вы вчера с Ивашовым говорили, он вас расстроил, и у вас подскочило давление там, значит, на 30 пунктов сразу. А как это с точки зрения физики объяснить? Вот. Ну, если вы меня спросите, я буду рассказывать, но мы действительно спросим сейчас наших слушателей, пусть они напишут, что они... И вы знаете, когда вот мы, я на себе все это экспериментирую, когда мы понимаем, что мы прежде всего энергетическое поле, включая наше сознание, как высшую форму ментального, ментальной энергетики. И когда мы еще начитаемся там Вернадского, потом Влаэль Петровича Казначеева, Козырева Николая Александровича, не этого министра нашего беглого. Шея Теярда Шардена почитаем. Да, ну и Шарден в том же числе, да. И поймем, что есть вообще-то полевые формы энергии и есть полевые формы жизни и что сознание, оно наше никак не связано с белково-нуклеиновой основой. А дальше, если мы энергетика, там, ну, шесть там полиэнергетических, там, ментальная, там, психоэмоциональное поле, поймем, что мы энергетическое поле, то поле не может находиться в замкнутой вот такой системе, только в теле. Оно обязательно связано с другими полями. Ну, вот Владимир Иванович Вернадский и Шарден, кстати, да, они же выявили, что ноосфера, что мысли наши никуда не деваются, а во-первых, мысль, которая рождается мозгом, она влияет на каждое, ну, на каждое... События, события, ну, конечно, мы же поступим совершаем. Об этом книга есть, я, по-моему, говорил уже с вами, Дэвид Гамильтон, британский практикующий врач, ученый, вот, мысль имеет значение, вот, а значит, вот этот мыслительные мысли всех людей там, ну, как-то классифицируются, я думаю, добрые имеют преимущество, и они создают некую оболочку земли, и мы, когда что-то ищем, значит, мы всегда задумаемся и смотрим вверх, и оттуда что-то приходит, это раз, второе, что каждый наш орган, каждая клеточка нашего организма, это определенный сгусточек энергии, вот, сгусточек энергии, и, да, раз эта энергия, значит, она приходит опять извне, когда говорят, там, миллиарды клеток меняются, там, ежечасно в нашем организме, а что на что меняется, мы не видим, мы их поймать не можем, это энергетика, квантовые, значит, и... запах, например, как в одной книжке было написано, фантастическое колебание в микронном диапазоне, да, 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 так что... молнии волны, зрительные, эти фотоны, частота работы в головном мозге, альфа состояние от 8 до 14 герц, например, колебательные процессы, вибрационные процессы. Мы с вами разговариваем, да, и белково-нуклеиновая основа здесь не присутствует. Опять бы, не было поля, вот, не только вот электрического, а даже рядом бы мы сидели, если бы не было вот полевой вот этой энергии, мы бы не видели, не слышали друг друга. И вот поэтому, поэтому, значит, во-первых, что человек это создание вообще-то сверху, ну, высшего разума, создание, проектная, очень сложная конструкция и огромный потенциал заложен. Вот, заложен. А Иисус Христос, ну, как говорим, флешечку или сигналом зарядили, он показывал возможности. Возможности там воспроизвести умершего лазаря, ходить там по воде и так далее. С точки зрения физики и нейрофизики все это реальность есть. Просто показывали вот, вот эту возможность нам. Вот, и нас, когда говорят по образу и подобию Бога создавали, так вот нас создавали по образу и подобию природы, потому что природа это вот именно для нас наш Бог, а мы относимся к ней ну, совсем не так, как наши предки. Да, предки, да, даже в этом, в Новом Завете, там, в Старом Завете, ну, Господь вот послал там на землю и сказал идите и владейте, по-моему, тут наши специалисты подскажут, идите и владейте всем там и живым, и живым на земле. Ну, это частная собственность, это приватизация по типу вот ельцинских этих приватизационных реформ и последующих, да, вот, это все общее и в природе вот с человеком, если сравнить, совершенно другой подход, там пользователи, мы сегодня выступаем, человек, как потребители природы, покорители природы, в соответствии с этим ветхозаветным завещанием, там, да. Надо быть в гармонии, надо быть с природой, конечно. Я читал одну нововку. В отчинении, не в гармонии. Гармония, да, но главное понять, что эта окружающая среда не наша собственность, она принадлежит равными рядами птицами, зверям, веротениям. Это верно. Я читал такой рассказ фантастический, когда человек бежал рядом с конем, бежал рядом с конем. Они вдвоем бежали, конь и человек, а не сидел человек на коне. Это удивительный рассказ был фантастический об отношениях между человеком и природой. мир. вообще нужно понимать, что мы не властители здесь, не собственники вот этой планеты Земля, мы человечество, из-за чего эти войны территории и так далее идут. Нет, нельзя это делать. В равной мере, в равной мере, по крайней мере, вот животный мир, растительный мир, а посмотрите, как мы пользуемся. Ну, мы с немцами вот на эту тему говорили, вот на генеральском причем уровне, и потом вот там общество защиты природы. И посмотрите, в Европе животного мира не стало. Бедные зайцы уже не знают, где прятаться, а вот эти бетонированные там каналы, а не миграцию. Ну, птицы еще перелетят, а все земные существа, они не могут. Все только делается для себя, ни у кого не возникает вопрос, что делать для животных какой-то мощи. Я абсолютно с вами согласен, не академик Шковский, астрофизик известный, он говорил, человечество само себя погубит, потому что мы, говорит, делаем, например, из сельвы, сельвы вырубаем, а это легкие планеты, говорит, леса, сельва, делаем из нее целлофановые пакетики. Мы, говорит, создаем газовую, холодильную промышленность, а там фреон, а фреон, говорит, в космос улетает, молекула фреона не разрушается, заслоняет нам озоновую, там делают экранизацию от солнца. И мы, говорит, сами себя разрушаем, потому что мы создаем химию, мы создаем там еще что-то такое, и не думая о последствиях, ради прибыли, ради дохода там, или еще чего-то, во имя природы мы не работаем, мы работаем против, оживо, и получается, что наша цивилизация, она все равно себя, сама себя сожжет. То ли ядерная война будет, то ли еще что-то будет. Я хочу вот в следующий раз, если у вас будет время и возможность задать вам еще несколько вопросов, а сейчас я вам хотел бы поделиться своим впечатлением, что мне сказал маршал Скомарохов, вы же его знаете, вероятно, знали. Номенитый наш летчик участник. Летчик АС, величайший, величайший. Он был начальником Монинской Академии имени Гагарина. И я тогда в Центре Подготовки Космонавтов делал модель невесомости у человека в земных условиях. Я там несколько лет приезжал в порядке командирования, работал по приглашению Николаева. И значит меня Владлен Александрович генерал, который наукой заведовал в Звездном городке, он меня послал с Комарохова в Монино. Я приехал, мы подружились, я его спрашивал «А вы не боялись летать? У вас столько полетов, он дважды герой был, столько полетов, и ни разу он не был сбит». Он говорит, «Нет, не боялся». Я сейчас хочу сказать одну вещь очень интересную, я заметил. Потом я ему говорю, «Почему вы не боялись?» Он говорит, «Ну, когда знаешь машину, уже не боишься, когда хорошо знаешь машину». И, видимо, он в этот момент вспомнил, как он летал, и у него в этот момент воспроизвелось движение век. Вот так вот туда-сюда, 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 с такой бешеной скоростью, как трепетание век бывает, когда человек засыпает или в транс ходит. Это же трепетание бывает, когда человек по методике Шапира, например, избавляется от психотравм, от патологических доминантов. То есть вот это моргание резкое и повороты глаз, которые он вдруг вспомнил, как он летел на самолете, на истребительство, и у него глаза стали так работать. Я понял, а это у нас, у нас в синхрогимнастике это один из приемов. Зигзаг движения глазами и трепетание века для того, чтобы человек снимал у себя стресс. Я тогда понял, почему он вот это у него воспроизвелось, почему он мог так летать прекрасно. Я его спрошу, а как вы первую звезду получили, он говорит, мне хвост отрубило, хвост отрубило, я, говорит, без хвоста на самолете, я, говорит, вот так вот стал вниз резко лететь вниз резко, илероны поднимаю, говорит, илероны, и вот так вот делаю такой подъем небольшой, потом опять падаю вниз, опять илероны поднимаю, делаю подъем небольшой, и вот так несколько таких моментов и поставил самолет на нос без хвоста и получил первую медаль звезда герой с я потом вам не книжку подарил боем живет истребитель я потом понял почему у него такие реакции и почему он такой великий аз его деды были скоморохами его деды деды вот вот вы рассказывали про своих что у вас все были генералами там и так далее у него были скоморохи скоморохи его и фамилия была сковорохом да да на руси так просто так не давали давали пока не раньше скоморохи оказывается занимались всем они были почтой но почты такой не было они ходили по деревням поселом и так далее они там информацию переносили от дома к дому до через такие большие территории и они были и такими клоунаду показывали и кульбиты делали и сальто-мортали делали то есть они были акробатами необыкновенными и поэтому скоморохов их потомок когда он мне показывал как вот эти вот глазами работы это у него было генетическое качество такая необыкновенная реакция которая позволила ему ну естественно при мастерстве обучение тренировках и так далее позволила все-таки генетика тоже имеет огромное значение поэтому не было столько боевых вылетов столько всего столько всего что в конечном счете и ни одного и ни одного ни разу его не сбили вот это удивительно больше я хотел сказать а у нас это одно из упражнений но что у него естественно получалось у нас одно из упражнений синхрогимнастики я придумал способ вместе вместе с нашей школы человек будущего homo futurus который мы вместе делаем и книги пишем уже две книги вышло где участники нашей школы со своими именами фамилиями свои предлагают разработки и так далее я вас очень хочу познакомить с нашими друзьями из триза школы от шулера школа разработки изобретательской задачи теории разработки и там у от шулера были ученики и вот виссарион сибиряков например и стриз мастер трис он сейчас для вас специально придумал значит расписал систему 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 как мы можем с помощью образования образование внеся туда физкультуру нового типа по законам кибернетики стресса чтобы школьники могли как нулевой урок школе между всеми другими уроками освоить приемы саморегуляции как использовать энергию стресса для решения своих задач любых творческих математических важно и виссарион сибиряков мне прислал для вас я хочу вам следующий раз показать и прислать вам на электронную почту и его как он расписал блок схему как помочь образованию сегодня как помочь образованию сегодня чтобы на планете сократились кризисы и войны и потребность людей в лекарствах да ну первое людям нужно познать что не все и что он создан и в вписан в гармонию вот как прийти вот этой жизни на планете земля и управляется через сознание через там мозг кому как удобно управляется вот как бы сверху но оттуда не приказы идут а идут знание и право выбора предоставлено вот ты можешь в это верить в это там не верить но прислушиваться вообще-то я рекомендую потому что мы управляем или точнее мы направляем и и законы законы природы же существует да 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 и понять что вот природа бог и есть соотношение вот гармония это подразумевает прежде всего равновесие а равновесие природе это негативная энергия позитивная энергия и вот позитивная должна побеждать и в человеке самом ну это вы медики лучше знаете убирать весь негатив больше закачивать энергии радости энергии красоты вот энергии вот именно духу духу духоподъемной такой которая там вносит и так далее забыть про болезни его чтобы начальники выбирали тех которые имеют сопереживательность да это вот основа наши ну вот мы прошлый раз говорили там одобронравовый но посмотрите вот зайдите сейчас уже время истекло мы не будем говорить но зайдите туда в наши основополагающие времена когда создавались вот славянская культура там русская культура какие были имена даже князей посмотрите владимир красное солнышко так далее вот когда вы можете следующий раз скажите пожалуйста пожалуйста давайте через недельку это я я от лица всей школы обнимаю вас спасибо вам большое спасибо туда и просим участников школы чтобы написали вопросы предложения пожелания пожалуйста все что мне сильно повезло что вы так по-доброму терпеливо отвечаете на все вопросы спасибо вам большое ну что мне дано богом и заложено в генах моих праотцов значит я должен делиться и делиться только добро наша школа в моем лице вам очень благодарна до встречи спасибо дай бог здоровья спасибо